Зимняя рыбалка, что же нам надеть на мормышку? А вот, друзья мои, шикарная уловистая рыболовная наживка, которая косит вот таких окуней, лещей, плотву, густеру. В принципе, вся речная и озерная рыба не прочь отведать ее. А насадка делается очень легко. Вернее, конечно, друзья мои, это наживка. Нам понадобится всего лишь купить в магазине обычный насадочный мотыль, но добавить туда один интересный компонент. Рассказал мне про этот компонент один опытный рыбак, который больше всех показывал улов на реках и озерах. Что он туда добавляет в этом видео, подробно, быстро я вам все расскажу. Досмотрите до конца, чтобы не пропустить мелких деталей, которые помогут вам сделать наживку уловистой. Покупного мотыля сначала нужно перебрать на предмет негодности. Мертвых и дохлых убираем, можно добавить в прикормку. У меня есть специальная баночка с ситом, где я процеживаю мотыля, свежий падает вниз, а дохлый остается сверху. Вы же можете взять 2-х миллиметровое сито и также процедить мотыль. Убираем всех дохлых, а свежие нам понадобятся для приготовления сладкого мотыля. Далее нам понадобится какая-нибудь емкость. В моем случае послужила полулитровая банка. Наливаем туда воды. И потом, я думаю, уже многие догадались, высыпаем туда наш очищенный, свежий, живой мотыль. Ну а теперь самое интересное, что придаст нашему мотылю незабываемый вкус, и рыба от него будет просто без ума. На пол-литра воды мы добавляем в него чайную ложку сахара. Сахар добавляется к мотылю, во-первых, чтобы мотылю было чем питаться, ну а во-вторых, после поедания сахара, мотыль становится очень привлекательным для всех видов рыб. Клещ, платва, густера, карп, карась. На зимней рыбалке ни одна рыба не пройдет мимо этого мотыля. Уловистость его просто поражает. Трофейный окунь и ерш также не прочь отведать этого сладкого мотыля. И обязательно порадуют вас шикарной поклевкой. А сейчас самое главное, расскажу, как правильно хранить этот мотыль. Дабы не потерять этот рецепт, предлагаю подписаться на канал, поставить лайк этому видео. На ютубе очень много копий моих видео, копируют неправильно, некачественно, полностью скопируют название, описание, а саму суть видео преподнесут неправильно. Дабы не попасться на эти каналы, подписывайтесь на мой, ставьте лайк, и у вас всегда будут проверенные качественные рецепты. Баночку с мотылем нужно хранить в холодильнике или в темном прохладном месте. Воду необходимо менять с периодичностью в 2-3 дня. Используя этот метод, мотыль может храниться около 2,5-3 месяцев. Не забываем после замены воды процеживать по новой мотыль и добавлять ложку сахара. Спасибо, кто досмотрел видео до конца. Ставим лайки, подписываемся и всего самого хорошего. Помните, с каналом Рыболовные приключения всегда клево. Пока-пока.